Здравствуйте, мои замечательные! У кота-деток новая игрушка. Досталась им коробка от распаковки. Ну, пока у них тут идёт. Овенка, там всем места хватит. Ты чего на меня нападаешь? Это кто на кого нападает? Пока что это ты на меня нападаешь. Да, пока детки разбираются, хочу рассказать вам притчу, которую вы, конечно, может уже многие и слышали. Но не будем долго рассусоливать. Всё равно послушайте. Шёл рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем, доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден. Его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал он все оставшиеся силы и пошёл к воде. Но у самого озера сидел трёхглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился, две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь. Не в силах уже больше стоять на ногах и держать меч. И из последних сил дракон спрашивает. Рыцарь, ты чего хотел-то? Воды попить? Ну так и пил бы! Я же разве против? Афинка! Ты теперь что, сторожить будешь, да? Всё, Марсик припрятался. Афина будет сторожить Марсельку. Так вот, Афинка, в коробке-то места для двоих хватит. Что ж вы всё не поделите-то никак? Ох, игручие, скакучие! Они с этой коробкой скакали... Часа два, наверное. Такие забавные! Афинка стала взросленькой. Афиночка поправилась немножечко. Из худого велосипеда весит сейчас 3,800. А Марселечка за лето похудел. Похудел мальчишечка. Маленький мой сладкий котёночек. Карамельная жопка весит всего 3,5 килограмма. Прям сильно сдал. С четырёх-то с лишним. Ну, надеюсь, за зиму наберёт. Ну что, Афина? Нет, ты посмотри, всё ей не имётся. Всё не имётся. Что ж ты хотел, рыцарь? Да в коробочке полежал. Ну, так и лежал бы ты себе в коробочке. Нет, надо же Марсельку доставать. А как же без этого-то? Никакой игры не будет тогда. Всё неинтересно. Маленькое грызли. Всё умудряется и погрызть, и поскакать. И Марсельку подоставать. Прикольное у неё сердечко на спине. Зависит от того, как она сядет. То его было прям чётко видно, то шёрстки размазываются по разным сторонам. Получается половинка сердечка, и второй половинки нет. Замурчательного вам настроения, мои дорогие. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...